Здарова, ребята! В сегодняшнем выпуске по страйкболу и сталкер страйку вас ждет распаковка посылочек, обзор трассерной насадки на мою страйкбольную М-ку и еще кое-что интересненькое. Приятного просмотра! На одной из игр по сталкер страйку у меня сломались очки. Хорошо, что у сталкеров изолента была, склеил части прям в мертвяке. Не, ну ось вращения тут, конечно, поганая, хотя эти пластиковые отростки даже осью вращения не назвать. Ладно, сейчас крафтер Дима разберется. Сначала надо вытащить отломанные и уже ненужные части. Чтобы поставить нормальную ось вращения, следует рассверлить дужку, но прежде накернить будущее отверстие при помощи алмазной насадки на гравер. Теперь я беру самое тонкое сверло, которое есть в наличии и аккуратно делаю сквозные отверстия. Уж металлический гвоздь будет явно понадежнее того, что было. Примеряем, отпиливаем лишнее и надфилем можно немного подточить новую ось для более свободного хода. А дабы не выпало, фиксируем суперклеем с содой. Решил я обзавестись кошельком для сталкер страйка. Зашел в мир одежды и обуви, магазин так называется, и там посмотрел какие есть. На игре деньги достаточно маленькие по сравнению с настоящими, да и просто в кармане их держать неудобно. С бумажником все становится гораздо легче. Тем более на некоторых проектах есть такая система, в частности там, куда я езжу. Если таскаешь игровую валюту в кошельке, то при обыске из него не могут забрать больше половины. Сделано это, чтобы участники ролевого страйкбола не прятали бумажки в интимных местах и в других труднодоступных областях. Бумажник мне обошелся в 320 рублей. Типа кожаный, как раз из атмосферы сталкера не будет выбиваться. Понравилось большое количество отделов. В главном можно положить небольшую часть денег, а основное распихать по кармашкам. Бегать в перцах по ночам достаточно прохладно, поэтому прикупил утепленные стельки у одного дядьки, ремонтирующего вещи. Сталкер, конечно, должен превозмогать трудности, но я считаю, когда встает вопрос, простудишься ты или нет, то к черту превозмогание. На пробу взял обычную пару стелек и подкладки из войлока. Вон, удобно, под любой размер ноги идут. Просто отрезаешь по необходимому контуру и готово. Посмотрите, что у меня было раньше. Ну, комментарии излишни. Данные стельки проверены, разницы между ними не почувствовал. Но одно скажу точно, с ними гораздо лучше. Так, ну короче, ник мне отписал. Всё готово, надо будет сейчас ехать, идти забирать свою эмку. Взял с собой синий пакет, чтобы как бы с пушкой по улицам не ходить. Ну и сейчас приду на остановку, доеду до него и заберу всё. Ник – это знакомый техник, который может провести техобслуживание привода. И отдал ему свою страйкбольную М4А1 от LCT. Почему-то привод барахлил и не хотел иногда стрелять даже при заряженном аккумуляторе. В общем, забрал я свою эмочку. Неполадки в проводке. Ник всё разобрал, смазал, почистил, собрал. Там на проводах изоляции не было. Ну, в некоторых местах. Он это всё заклеил изолентой. Ну, по-хорошему проводку надо менять. Но я надеюсь, она сколько-то ещё прослужит. Пока я буду разбираться с проводкой. Не знаю, может, кому-нибудь отдам опять-таки. Посмотрим. Кстати, только сейчас заметил неправильное положение имитации затворной задержки. Исправление не составило труда. Просто ось вытаскиваешь и делаешь как надо. Также решил убрать паракорд с цевья, оставшийся после предыдущего владельца. Подумал-подумал и решил, что, наверное, какое-то время ещё побегаю с этой эмкой. А потом продам её. Куплю за место неё новую пушку. Ну и первый привод от Цимы тоже, скорее всего, уйдёт. Переходим к небольшой посылочке. Заказал себе дешёвых страйкбольных гранат на пробу. 5.45 и сварга 4. Грены 5.45 вообще самые простые. Вместо кольца нитка. Сварга уже посолиднее, с кольцом. У таких лимончиков дёргаешь кольцо и сразу кидаешь. Активной чеки нет. Ещё прикупил газ СО2 для М1911 от Кэджи Воркс. Переходник с разъёма мини-тамия на Т-коннектор брал, чтобы М4А1 попробовать с другим аккумулятором. Но оказывается, проблема в самом приводе. В первом смешанном выпуске по страйкболу новые линзы противогаза ГП-7 из поликарбоната проверялись на прочность. Само собой, привод их не пробил. Но небольшие следы остались. Попробуем убрать их полировкой при помощи пасты ГОИ и Войлока. В данном противогазе также вытащены клапаны, уголь из фильтра. Короче, максимально облегчил для использования на играх. Жаль, только стёкла потеют и даже антифок не помогает. Но спасибо Микки Сталкеру за комплект незапотевающих плёнок, причём нормального состояния. А то они обычно мутные очень. Чтобы установить, снимаем фиксирующие пружины внутри, протираем стёкла, аккуратно за края хватаем плёнки и поджимая вставляем внутрь не потеющей стороной наружу. Эта сторона определяется дыханием. Где не запотела, там и нужная сторона. В принципе, прижимные кольца не нужны. Стёкла с плёнками и так отлично держатся. Мало ли кому пригодится. Если хотите сделать дополнительное отверстие в ремне, то упор машина с алмазной насадкой в помощь. Ну или дрель. Аккуратные отверстия, без заморочек. Ремень, кстати, советский, офицерский. Рекомендую, качество вообще шик. Есть возможность по недорогой цене на Авито найти. Эх, вот делали-то раньше. Наконец-то купил себе новые тактические перчатки. И теперь не придётся прятать дырку на большом пальце, как раньше при съёмке видео и фотографий. В центре Ульяновска есть магазин спецодежды Блокпост. Вот там и взял эти бархатные варежки. Оакли, тактические, с кевларом, цвет хаки. Очень удобные и тёплые. Надеюсь, и надёжность у них нормальная. Не хочется потерять 2 800 за сезон. Вот как обстоят дела со старыми перчами. Покупал с рук, поэтому изначально состояние тоже было не айс. Ну а спустя полтора года использования, так сказать, полностью исчерпали ресурс. Ещё в Блокпосте приобрелись штаны для сталкера по прозвищу Батон. Ныне он уже Чистонебовец Спартанис. Персонаж вступил в группировку ЧиЭн и нуждался в обновке. Неплохие тактические брюки Эксперт за 5 900 рублей. Все пошивочные мастерские, где можно было заказать каноничные штаны Чистого Неба, заняты другими заказами. Так что взял и купил обычные. Тем более отличий немного. Просто в моих нет вставок из кожи. Ткани Ripstop сидят как влитые. Очень доволен данной покупкой. Радует обилие карманов. Помимо главных сверху, есть ещё над коленями на замках, которые внутри имеют перегородки. Иными словами, внутри несколько разделов. Сзади тоже есть карманы. Классно! Последнее, чего мне очень не хватало, это трассерные насадки. Тоже купил с рук. На Airsoft Rus подобная модель имеется. Ссылку оставлю. Включается с помощью кнопки. Дополнительно получил имитацию глушителя под трассер, куда бы выглядело всё антуражно. Насадка нужна для того, чтобы ночью подсвечивать специальные шары с люминесцентным покрытием. И можно было определить позиции стрелков. Это обязательное условие участия в ночной фазе на всех проектах. Пришлось немного нарастить толщину малярным скотчем, иначе банка не держалась бы. Вставляем, и получается трассерная насадка, замаскированная под глушитель. Отлично! Мне для установки потребовалось выкрутить мети с маленьким шестигранником, разблокировав полмегаситель на МК, открутить его и прикрутить обвес. Резьба М14, левая. Очень давно сокомандник подогнал кругляш поликарбоната для защиты прицела. Всё-таки линза может разбиться от попадания шара, а покупать новый прицел недешёвое удовольствие. 5-миллиметровому поликарбонату вообще плевать. 150-200 метров в секунду. Я смотрел тесты, даже травмат не пробивает. Значит, моему любимому Акогу ничего не угрожает. Подточил немного линзу и вставил прям так. За счёт притирки не выпадает. Ну как вам сегодняшний видос, друзья? Если понравился, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал и делитесь им со своими друзьями. Переходите к просмотру новых роликов. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!